А почему эта Ксюша так сегодня легко одета? Потому что очень тепло, плюс 12, начались февральские окна, я сижу на солнышке, оно так пригревает, такая красота, как долго мы этого ждали. Из-за того, что у нас начались февральские окна, нужно успевать посадить определенные виды овощей, зелени. Первое, что мы сегодня будем сажать, это у нас будет горох. Всё это сегодня покажу, но просто сначала вот вышла посидеть, насладиться этим теплом, этой красотой. Сегодня выходной, и все соседи что-то делают, у кого-то музыка играет, кто-то там что-то ремонтирует. Все выходят на улицу, потому что пропустить такую красоту — это грех. И я хотела ещё вам показать, что у нас весна вступает в свои права. На днях я увидела, что на улице посёлка уже вовсю цветёт миндаль. У нас всего лишь одно дерево, поэтому пока хвастаться, так скажем, нечем, но вот почечки уже есть, зелёные листочки и даже цветочек. Покажу, конечно, на днях в посёлке, как уже всё зацвело, но так как у нас здесь немножко на окраине, то у нас здесь больше ветра и гораздо прохладнее, поэтому, наверное, и не сразу появляются листья и цветы на деревьях, гораздо позднее точнее. Планируем сегодня мы сажать горох. Вот уже приготовили разные сорта. Всё это мы покупали заранее. Конечно, что успеем, потому что вроде планируешь много, а можно не успеть. Также мы хотим вот укропчик посадить сегодня, шпинатик, в общем, зеленушку всякую. Время подошло обрезать розы весна. Сейчас всё будет свисти, вот уже почки начинают. Вот сейчас буду обрезать тачку, притащил. Буду уносить, сжигать потом, чтобы у нас весной нас радовали розы. Чтобы не заморозить свои уши, как всегда нацепила я шарф, забыла их называется. Вот, всё. Иду к маме. Февральские-то окна к нам ненадолго придут. Я посмотрела прогноз, уже завтра будет похолодание. Всё, то есть у нас есть сегодняшний день, чтобы успеть посадить что-то. Ну, мы сделаем. Соседка сказала, что уже люди в Тамане картошку садят. Ну, рановато, рановато. Это рано ещё. Ну, у них там может быть песок, то что из-за этого, но рановато. Будем сегодня успевать, погода хорошая. Да, классная погода. Мама делает лунки, борозды, борозды делает. Всё, мне доверило сажать горох где-то на расстоянии спичечного коробка, то есть где-то 5 сантиметров. Но мы в прошлом году такое же делали, ведь всё. Как-то это хорошо становится, что солнышко, да? Ну, конечно. Вчера был переменчивый очень день, было гораздо холоднее. Сегодня уже хорошая погода, а самое то для того, чтобы что-то садить, сажать, садить. Кстати, я так и не поняла. Как правильнее, напишите в комментариях, сажать или садить? По-моему, сажать. Ну, у нас бывает такое, что мы неправильно говорим. Мама предложила посадить один ряд обычного гороха, а второй ряд гороха из вот этого мешочка. Они как бы разные сорта получаются. И чтобы знать, какой вкуснее. Это же наш горох уже. Да. Который мы в... Нет? Это не наш. Это не наш? Это я покупала. А который в прошлом году. А вот он, этот мешочек. Который нам понравился, да, наверное, больше? А. Ну, хорошо. А мы ещё, знаешь, что зато купим, Ксюшку, только горох детский, сахарный. А, можно такой, да. Надо купить. Давай. Зёрна, который свой горох, он такой неровненький, а который покупной, он ровный. То есть сразу видно, что разные сорта. Вот. Просто покупной горох, он обработанный чем-то. А свой он не обработанный. Это я с рук бабушки покупала. У вас может возникнуть вопрос, а зачем мы столько гороха-то сажаем? Зачем столько рядов? Можно было бы один ряд длинный посадить, и всё. Причина в том, что мы очень любим горох. Два года назад мы посадили совсем немного гороха, и у нас была такая конкуренция за горох. И я выходила утром, обчищала всю плантацию, папа выходил, ему не доставалось. И вот так каждый день было. А в том году мы посадили много, и все наелись вдоволь. Всем понравилось, и мы решили, что сейчас будем садить гораздо больше гороха, чтобы всем хватало. Да, мама? Да. Вот. Поэтому мы стали придерживаться того принципа на нашем огороде, что нужно садить только то, что хорошо растёт, и только то, что мы хорошо едим. То, что мы не очень любим, мы даже сейчас не садим. Поэтому у нас всегда много гороха, и всегда много редиски, потому что я любитель редиски. Вот. Редиску мы будем позже садить. Сходила за таким мешочком, а что у нас тут здесь, бобы? Мама уже сделала такую небольшую грядочку. Почему так мало? Потому что мы с мамой особо не едим бобы, а это заказ папы, поэтому мы сажаем для папы бобы. Я думаю, хватит, в принципе, сколько. Да, хватит, зачем много, не надо. Я как раз встал, пошёл и всё, и походил, поел здесь. А то там зачем много места занимать? Ну да, нормально, нормально, да. Пусть. Что-то замудрило. Что-то закрутила, Аня. В никаком расстоянии. А вот здесь дырка есть. Что можно здесь открыть? Так же? Нет, это подальше чуть-чуть. Вот так вот? Да, вот на таком расстоянии. Сантиметров 15. Даже чуть-чуть, маленько подальше можно. Вот так, да? Акустиками вырастают, да. Почему-то только он здесь не вырастает таким, как у нас там высокий. У них вообще низкий вырастает. Не знаю почему. Так вот. Не знаю, я почему-то никогда бы не любила вот бобы эти. Ну я тоже как-то. Не знаю, вот для меня как-то. Что есть, что нет. Ну да. Ну Уралия тоже его не особо ела. Ну там садили, как знаешь, чтобы вредители какие-то там не беспокоили. Я вот помню. Тоже вот. Так ты говоришь, это ещё уральский что ли? Да, мы привезли ещё этот бабушкин-бобыр. В доме были, я их пришёл. Прабабушкин. Мои бабушкин, а твои прабабушкин. Да, мы забрали с собой. Ну всё. Ну всё, да. А кстати, здесь даже бобов не видела, чтобы продавали. Не видела. Срок я не вижу, участники. Угу. Вот, обрезаю вот так розы. Вот такие. Такой кустик у меня получился. Чтоб красивее был. Все лишние обрезаю. Поехали дальше. Следующим на очереди у нас является укроп. Но мы думаем, куда нам его посадить. Обычно зелень садят близко к дому, но вот мы не знаем. Здесь у нас пришлось бы копать. А там где-то садить зелень, ну мне кажется, это как-то странно далеко ходить. Вообще укроп у нас зайдёт потом по всему огороду. Его будет просто много. Мы хотим грядку сделать. Мы просто хотим грядочки, да. И такой, который самосевом он сам насевается, его будет полно. Ну вот там есть грядка петрушки. Ну да, там удобно. По идее можно было бы, ну блин, я даже не знаю. Если знаешь, вот так же делать, вот так же вот, такую же грядочку. Брать кирпичики, у нас их много очень, так же вот. И сделать грядочку здесь. Давай сделаем. Давай. И потом потихоньку перекопаем. Только так можно сделать. Придётся копать. Будет такая же грядочка маленькая. И она здесь будет постоянно в этом месте. Ну почему бы нет? А больше так явно не знаю где. Там всё цветы у нас посажены рядышком. И как-то укроп садить с цветами не очень хочется. Только заметили, что вылезли подснежники. Класс. А я думала, я их выкопала все. Оказывается, нет. Видишь, какие они здесь красивые стоят. Вот, надо их в другое место потом пересадить. На сельничное место и клумбочку маленькую для них делать. Видишь, как красиво, да? Да, красиво. Решили в итоге делать грядку вот здесь вот? Ну да, чтобы. Я думаю, что здесь будет лучше. Потому что здесь пахать неудобно. Деревья. Сделаем грядочку. Сейчас мы её, получается, очерчим, да, вот этими? Ну да, сделаем. У нас с клиточкой такая есть, но здесь сделаем небольшую грядочку. Ага, и скопать придётся лопатой. Вот, здесь у нас будет укропчик сидеть. Угу. Трактор едет. Лодку везёт. Лодку? Лодку везёт. Трактор везёт лодку. 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 что грядку я вскопала теперь надо ее подровнять будем садить укропчик здесь земля сырая потому что она всегда была здесь за домом не так выдувает ветром здесь даже ветра сегодня нет если на поле мы садили там такой ветродой то здесь так тихо и земля не так быстро высыхает там не ветер сушит просто землю осенью обычно все убираем еда в огороде я убрала лук сложила просто в кучу как чтобы для перегноя и даже он не хочет перегнивать хочет расти чувствуется что уже скоро весна просится вылазит у нас три вида укропа и сейчас мы посеем что прям всю пачку да она же конечно погуще ну как это вот так вот так я и делаю все так дело вот так вот это все все нормально чем если останется останется они сюда все а во второй части нашей грядки мы решили посадить шпинат поэтому мы вот отделили вот такими двумя штуками чтобы можно было удобно вставать и рвать потом все-таки вот зернышки крупненькие по одному зернышку да по одному зернышку да вот так что он еще зайдет нам лучше справить чем будет место мало так вот так вот я сколько там сделала он такими большими лопухами я помню он нормально так мы любим мне нравится его есть просто так решили сделать еще вторую такую грядочку где мы посадим салат такой вот полукруглой формы и сейчас надо будет снова вскопать ее нормально это будет такая да здесь у нас будет салат тяжело тяжело копать ну как я справлюсь потихоньку как и с той грядкой картошка что а здесь картошку мы садили картошка да пока копаю уже столько увидела червей игры давайте будем складывать в баночку чтобы завтра поехать на рыбалку папа дал мне баночку вот сюда буду сейчас складывать червячков чего бы не воспользоваться если они есть вот уже я их копаю их прям много земля еще сырая поэтому наверное их так много вот отлично я прям очень рада что завтра на рыбалку поедем еще это же вообще хорошо и грядка перекопано и черви для рыбалки накопаны как под заказ ну все раз ряд 234 а в конце можно шпинат еще один ряд какой вот это салат написано везде по разному кто-то пишет три сантиметра наверное наверное вот так наверно короче как спичечный коробок четыре ряда да сделай так там еще ряд шпината сделаем можно укроп посеять еще раз шпинат капусту не хочу садить ее надо без конца что-то про обрабатывать она хотя легко растет на ее без конца чем-то травить не хочу садила ее на легко растет все на все шпинатель для каком растает 5 вот таком на расстоянии чуть-чуть побольше может так по одной да по одной пусть мы просто его любим нам нравится он он такой сочный всегда растет вкусный кстати там сейчас тоже шпинат есть он пока еще маленький которая садила то все на обед на обед идем уху будем сейчас варить варим уху и сомика так как у нас рыбку мы поджарили вот а из головки до варим уху пока мы были на улице кошка у нас пьет а вот и кошки решил еще маленько подрезать инцидент которые ветки трущиеся их убираю и укорачиваю и поросль еще все вот убрал возле дерева он сейчас как красиво стало ну да точно поросль это лишняя и которые трутся друг об друга потому что они чтоб болезни меньше было ну и проредить надо немного чтобы дерево тоже дышало лишние ветки убрать от них все равно как говорится толку не будет а так дерево хоть будет дышать проветриваться чтоб меньше болезни всяких было приготовилась наша уха мы так хорошо сегодня поработали на свежем воздухе несколько часов посмотрела мы ушли где-то 12 чем-то то есть мы много часов работали и сейчас после свежего воздуха будет вообще уха хорошо естся это кстати уха из того самого сомика которого мы на днях купили в темрике на рынке из сомиков их много было еще перчик надо вот я посыплю перчиком еще черным там перчик есть просто он может быть тебе не попался я перчик положила я еще посыплю в общем всем приятного аппетита кто смотрит это видео и нам конечно же тоже и и и и и и и и